Более 8 тысяч человек взрослого населения Колымы прошли диспансеризацию. Около 6 тысяч горожан и 2 тысяч жителей Магаданской области прошли обследование. По словам специалистов, на 2021 год профилактический медицинский осмотр должны пройти более 36 тысяч магаданцев. Диспансеризация усилена скрининговыми мероприятиями в рамках выявления онкозаболеваний еще, и поэтому там более развернутый объем обследований. По итогам первого квартала 2021 года при проведении анализа опять-таки лидирующую роль занимают по выявленным заболеваниям и факторам риска. У нас занимают болезни системы кровообращения, то есть артериальная гипертензия, о которой некоторые пациенты узнают в принципе только пройдя диспансеризацию. Также у нас выявляются в основном эндокринные патологии, это второе место, сахарные диабеты, гипергликемии, которых очень много, о которых тоже пациенты узнают в принципе пройдя диспансеризацию. Третье место у нас занимают болезни пищеварения и четвертое – болезни органов дыхания. Специалисты отмечают, что по факторам риска развития заболевания первое место занимает нерациональное питание пациентов, повышенная масса тела и факторы, которые способствуют развитию болезней системы кровообращения. Пациент при обращении на диспансеризацию с собой берет паспорт, полис и страховой, и СНИЛС. Эти три документа ему нужны для прохождения диспансеризации. Обращение в 85 кабинет у нас по Ленина 9, там у нас сидят медсестры, которые занимают оформление. По его возрасту, по которому он подходит в текущем году, назначаются те или иные обследования, согласно возрасту, по приказу 124Н. Пациенту выдаются на руки на бланки, направление на анализы, кардиограмма, если это нужно. Пациент сдает, ему дается бегунок, так называемый, то есть в котором указаны непосредственно кабинеты, режим работы кабинетов, как проходить. При прохождении всех этих исследований пациент обращается, также у нас возвращается в 85 кабинет, где уже медсестры проверяют наличие всех исследований, на которые он прошел, и направляется к терапевту на осмотр. Обследоваться пациент может за два посещения. Первый этап – прохождение исследования. Второй – беседа пациента с врачом, получение рекомендаций. Увеличить срок прохождения диспансеризации может только подготовка анализов у врачей-гинекологов и цитологического исследования. Снимок маммографии также готовится несколько дней, что увеличивает срок прохождения медицинского обследования.